Долгое время новобранцы Гувсин на верность родине присягали в своих учреждениях. Год назад церемонию решили проводить возле памятника оскорбящей матери. Тогда клятву читали 37 молодых специалистов. В этот раз их на 8 человек больше. Может быть немаловажную роль в этом играет то, что вот эту присягу показывают по телевизору. То, что мы ее проводим, то, что мы ее показываем. Это же очень здорово, когда вот человек дает клятву верности своей родине около памятника такого и около таких могил тех людей, которые отдали за эту родину свою жизнь. Пусть не так много, но в строю есть и девушки. Причем предстоящая работа их нисколько не пугает. Все должны служить. И девушки, и мужчины. Нету сильного, слабого пола. Есть просто сотрудники. Мы справляемся с этим. Обязательная часть церемонии – возложение цветов. По военному ритуалу сначала отдают дань памяти погибшим на фронте, лишь потом читают клятву. Служу закону, служу народу. Прежде чем произнести эти строки, будущие гувсиновцы стажировались в учебном центре. В течение трех месяцев они штудировали законы и изучали боевую подготовку. Новобранцы говорят, что хотят как можно быстрее приступить к работе. Положность у меня была. Младший инспектор по надзору за осужденными. Я думаю, с понедельника я уже приступлю к своими прямым обязанностям. Кроме родных, поддержать молодых специалистов пришли их наставники. Я принимал присягу, когда был еще Советский Союз. На его остатке, будем так говорить. Но смысл не изменился. Люди так же волнуются, переживают. Волнующий момент в каждой душе каждого человека. Когда я так с ними тоже сейчас переживал. Себя вспоминал в те моменты. Новую смену распределят на работу в Челябинске и Копейской колонии. Часть сотрудников будут нести службу в изоляторах и управлении по конвоированию. К своим обязанностям молодые специалисты приступят на следующей неделе. КОНЕЦ КОНЕЦ